опять новый дубль съема 9 утра утренимацион даже уже 9 10 пью кофе и размышляю о временности бытия тупость изобретатель светоотражающий полос на палат возможно это круто но учетом того что она сопунит песок тебя всасывает просто невъеменной силой это порнография честно говоря мало впечатляет при этом ну как заколдованная вот как я ее не закрываю полиэтиленом его срывает короче песок продолжает лезть вот я полежал два часа с утряне даже не смог потому что он сыпется шуршит нет слов все в песке типа стало теплее с 12 до 15 поднялась температура ну ветер ничуть слабее не стал поэтому кайфа все мало так что у меня часть малиной грелка уже все ночь проработала остывает уже не греет нихрена наблюдаю вот эти тучи которые надвигаются там вообще мрак еще мне дождя не хватало для полного ну конечно сидеть можно долго даже если полно все баллон газа вот этот баллон я уже почти добил еле-еле ну хотя вот еще пару кружек скипятил одну кофе с утра сейчас вот чай вода есть сутки можно спокойно просидеть ну ну задал бы такого тупого я вообще именно времяпрепровождение вот тупостью что невозможно что-то сделать полезное во первых материала нет для творчества даже с точки зрения соорудить шалаш какой-то все они мелкие и вы не доплывая где крупные второе абсолютная невозможность значит общение с рыбой короче потому что ну просто такой вот шторм он блокирует вообще все попытки как-то это хоть лодки хоть так ну любая рыбалка это будет роднее вот охоте на кашелота экстрим полный не уже экстрима блин хватило за эти трое суток причем я к нему вообще не стремился стремился комфорту до нормальному препровождению там по загорать покупаться вместо этого получилось хрень собачья просто я не жалуюсь я говорю о том что дальний восток вообще даже для тех кто живет суровый край ну а с другой стороны что что-то обиделись природные силы на человека похоже потому что какой-то июнь странный уже четвертый год подряд он превращается не понять в май или во что то есть абсолютно не теплый не комфортный для сельского хозяйства то есть просто причем до смешного что теплицы если не открываешь то жара если открываешь то холод то есть человек вынужден постоянно мониторить ситуацию никакого этого то дождь заливает то наоборот высыхает все предпосылки тяжелым в общем как бы состоянию в области пропитания все они на лицо плюс отравление реки плюс нарушение экологии вырубка лесов все купить ведет вот таким каждая сделанная подвозь по отношению к природе она ведет в общем общему дисбалансу причем кажущейся незаметной но сумме это получается удар по всему что вот нарушает привычный ход вещей а так сказал ну и не стоит еще забывать про космические процессы которые будут со страшной силой я вчера хапанул звезды но был такой холод такая неуютная обстановка по сравнению с то есть когда я прибыл когда сидел и наблюдал звезды вот они и трансляцию сделал небольшую но делал вам что конечно даже от звезд грустнулось север у нас вот там строго это я по полярной вчера смотрел ну там фронт идет опять теперь самое смешное они должны столкнуться фронт идет вроде как сюда вот этот грозовой а низовик дует в ту сторону вот они облака ползут ну как бы сейчас стоят они такие сталкиваются сейчас столкнуться там уже столкнулись и попрет обратно это давление все в другую сторону мне просто не прозевать момент перемены ветра что два будет и как бы вот в это время надо уйти городу потому что потом попрет такой же силой но в другую сторону оно попутный конечно лучше ну тормовой попутный тоже ладно пока вы я вот боюсь что мне дождь этот надвигающийся к вечеру не даст это сделать я мог а дождь если придет он еще дня на два на три придет то есть и в итоге неделя будет убита не понять вот на это вот борьбу добра со злом да ну я так как раз в общем как-то так батарейками просто почему-то тут магнитики очень удобно и вот второй лайфхак от мухи не лазили